Всем привет-привет! Всем отличной недели! Сегодня мы с вами посмотрим расклад, тему, которую я подсмотрела у одного коллеги, мужчины. По-моему, зовут его Владислав, если я не ошибаюсь. Мне понравился заголовок, и я решила сделать нечто аналогичное у себя на канале. Тема «Ваше взаимодействие с тонким планом». Есть ли оно? Каким образом вы взаимодействуете? Давайте посмотрим. Вообще чисто теоретически, невзирая на расклад, взаимодействие всегда есть, потому что так или иначе, осознанно мы это делаем или нет, но мы взаимодействуем со всеми мирами, которые существуют, с которыми мы так или иначе контактируем. А тонкий план – это самый близкий к нам. Из миров, по крайней мере, тех, которые известны мне, возможно, есть и другие, у нас есть взаимодействие с какими-нибудь другими мирами, у меня нет такой информации, я не знаю. Но что касается тонкого плана, так или иначе, мы взаимодействуем. Как минимум, мы взаимодействуем во время сна. Поэтому я и говорю, что осознанно, неосознанно есть. Но, скорее всего, нам интересно посмотреть осознанно, умеем ли мы взаимодействовать с тонким планом, если эта связь налаженная. Поэтому здесь, скорее всего, правильно было бы уточнить осознанно. Так, позиции вы видите перед собой. Болубой, красно-зеленый камешек. Также есть тайм-коды в описании к этому ролику. И в описании есть ссылка на мои услуги. Нажимайте и смотрите там курсы мои. Сколько, для кого, как, консультация, как провожу, что нужно для нее. И там есть еще запись спонсорских раскладов на разные философские темы. Кому интересно посмотреть, взять какие-нибудь идеи, поразмышлять. Тоже интересные вещи. Итак, мы сразу приступим. Отложу эти камешки. Позиции номер один. Голубенький камешек. Ага, вот сюда, вот сюда, да. И мы с вами приступаем. Если у вас взаимодействие, осознанное взаимодействие с тонким планом, единички. Десятка кубков. Семерка кубков. Взаимодействие есть. Взаимодействие есть, но если мы говорим про осознанность, такое ощущение, что осознанного нет. То есть вы не взаимодействуете целенаправленно, да, ради достижения каких-то своих желаний, может быть, идей. Здесь ощущение того, что есть у человека некое такое представление, да, о том, как можно было бы взаимодействовать. Либо если есть взаимодействие, то, мне кажется, оно не совсем осознанное и больше идет на уровне эмоций, на уровне астрального такого плана. То есть здесь до ментального плана, здесь по девятке мечей, мне кажется, есть у вас какие-то страхи. То есть взаимодействие, да, оно есть, но, скорее всего, неосознанное. Либо есть информация о том, что есть тонкий план. Вы для себя на эту тему размышляете, как-то воображаете, представляете, что это может быть, но напрямую можете кондатировать, вот как будто бы только до астрального плана. Выше нет, почему? Потому что здесь есть какие-то страхи. Чего вы боитесь в этом взаимодействии? Ну, мне хочется сказать, какого-то нападения на вас, возможно. Именно если мы говорим вот прям про тонкий мир, здесь ясно такое, знаете, вот все, что связано с астралом. Причем здесь как будто бы страх идет низшего астрала, то есть осознанно вы не входите в коммуникацию, потому что здесь есть какой-то страх, что вот на вас могут напасть. Либо, но это все вот как будто, вы знаете, такое придуманное, что вам могут причинить какое-то зло. Вы можете, не пожертвовать, есть какое-то другое слово, пострадать. Вот вы как будто можете пострадать от этого. Но здесь это только лишь ваше представление, в этом есть иллюзия. То есть, понимаете, на самом деле вы могли бы более осознанно взаимодействовать с тонким планом, и для вас это было бы во благо. Но здесь вы как будто бы сами себя ограничиваете через какие-то страхи и представления. Я не говорю о том, что такого не может быть, то, что вы себе представляете. Потому что если представляете, значит, откуда вы черпаете эту информацию. Такое может быть, но это как будто бы не полная картинка. То есть вы почему-то, знаете, вот из всего многообразия вычленяете какую-то одну часть, и вот эта вот часть, она вас пугает. Поэтому является неким таким ограничителем, почему вы не взаимодействуете осознанно. Откуда у вас эти ограничения? Десятки мечей. Десятка мечей. Не знаю, может быть, был какой-то опыт не совсем приятный. То есть вот здесь что-то такое негативное. Откуда вам это передалось? Да. Скорее всего, через ваши какие-то собственные размышления, ощущение того, что был здесь опыт. То есть что-то вы пробовали делать, и это вас как-то напугало. Но здесь вот как будто бы самостоятельная работа идет. Исходя из этого, сразу мы можем сделать вывод, что если вы хотели бы изучить эту тему, вам нужен был наставник. Опытный причем наставник, да, не теоретик, а именно практик, который помог бы вам пройти этот путь. Помог бы вам разобраться в этой тематике, если для вас это было бы интересно. Но где-то неосознанно, да, вот по десятке кубков все равно у вас этот контакт есть. Каким образом вы контактируете? Кон-умеренность. Ну вот когда, знаете, здесь идет смирение, да, смирение ваших эмоций, когда вот как-то вы расслабляетесь, может быть. Также здесь может быть, знаете, вот какое-то обращение к тонкому плану, когда вам надо в чем-то исцелиться, когда надо от чего-то очиститься. То есть я могу предположить, что вот, например, когда вы болеете, да, то что-то делаете, как-то взаимодействуете с тонким планом для того, чтобы исцелиться. Не знаю, может быть, это молитвы какие-то могут быть, может быть, это какая-то вот практика расслабления, может быть, тогда вы задумываетесь о том, как и где вы отклонились от баланса, да, что вам нужно делать, как его выровнять, то есть вот какие-то такие мыслительные процессы. Такое ощущение, что когда вас выбивает из равновесия, тогда вы не можете только контактировать, только тогда, когда вы в балансе находитесь. И этот баланс, он баланс именно не в ваших мыслях, а именно баланс, связанный с вашими эмоциями. То есть вот когда вот вы уравновешенный, когда вы спокойный, когда вы терпеливый, когда есть вот отсутствие эмоций, да, когда не фонят эмоции и не мешают вам, не ставят, не становятся как преграда для вас, вот тогда вы можете контактировать. Поэтому я и сказала, что здесь даже еще и во сне, вот сон здесь прям есть такой. Еще каким образом вы осознанно взаимодействуете? Королева Пендаги. Также, когда вы каким-то образом задумываетесь о финансах, когда вот вам нужны деньги, здесь как будто бы к вам приходят какие-то идеи, да, как вы это можете получить через вот именно взаимодействие с тонким планом. Здесь опять же-таки взаимодействие идет через какие-то практические действия, да, то есть либо это упражнение, либо это вот желание выйти на природу, погулять, подышать, заняться какой-то вот физической нагрузкой, но она, допустим, если мы говорим про спорт, занятия спортом, да, то вы используете дыхание, ну, то есть занимаясь спортом, да, вы используете дыхание, и в этот момент можете вспоминать о том, что есть восходящие и нисходящие потоки, и вот во время именно физической нагрузки вы делаете акцент на это, либо делаете какие-нибудь там практики, как этот, как это по-русски правильно слово, дервиши, дервиши, блин, это по-гречески, ну, в общем, вы поняли, да, о ком я говорю. Вот эти вот вращения вокруг себя. То есть здесь вот как будто бы, если медитация, то это динамическая медитация. То есть это не когда вы сидите, а когда ваше тело начинает двигаться хаотично, вот так, как оно хочет, да, то есть здесь идет непосредственно динамическая медитация, и акцент идет больше на тело, успокаиваете себя, и акцент идет больше на тело. Но это вот прям именно осознанные какие-то практики. То есть вы как будто бы видите связь материального, вот что я хочу получить деньги, мне нужно что-то конкретное сделать. Но не в контексте пойти заработать, расписать какой-то план. То есть не в горизонтали, а здесь как-то по вертикали. Вот тогда у вас есть взаимодействие. Ну то есть начинается понимание, всплывает информация о понимании того, что деньги это энергия, и как я могу эту энергию прокачать для того, чтобы у меня было больше денег. Вот здесь какая-то такая система идет. Что вам поможет улучшить, помимо того, что я сказала, вам нужен наставник, что вам поможет улучшить ваше взаимодействие с тонким планом? Шестерка жезлов. Больше уверенности. Больше уверенности в том, что у меня получится. Потому что здесь могут быть еще и, опять же таки, накрученные мысли, идеи о том, что, ну вот сомнения, да, что у меня не получается. Не то, что нету тонкого плана, не существует. А здесь, скорее всего, человек не уверен в том, что у него получится наладить этот контакт. Откуда у вас эта неуверенность? Десятка жезлов. Ну, скорее всего, вам это дается сложно. Вот я говорю, здесь самостоятельный какой-то опыт. Человек сам, без каких-либо наставников пробует это все. И, конечно же, нету обратной связи, чтобы у кого-то спросить, почему не получается. То есть было бы намного проще, если бы был человек, который бы вам подсказывал, да, что вы делаете не так, на что вам нужно обратить внимание. Просто здесь ощущение того, что ваш путь, он долгий. Вот вы идете к этому взаимодействию осознанному, но идете очень долго. Могли бы быстрее пойти, если бы был наставник, подсказка. Где вам найти этого наставника, либо получить подсказку, да, здесь сообща, здесь сообща, может быть в какой-то группе, может быть в какой-то группе, может быть здесь надо что-то сделать, что нужно сделать, король Пенгатли. Вот почему-то мне идет, что это как-то должно быть связано с бизнесом почему-то. Я не могу понять, почему именно наставник, да, по таким духовным практикам, это должен быть человек либо из бизнеса, либо человек, который понимает, как устроена материя. То есть человек, который адаптируется в материи очень хорошо, в данном случае вот прям изобилен, да, человек богатый, человек... Причем здесь, смотрите, богатство это внутреннее богатство, да, то есть это человек должен быть успешным, богатым внутри, в своем духе, но проекция этого богатства, она должна быть в физическом мире. То есть это недостаточно, чтобы человек там, знаете, что-то знал, либо понимал, но при этом жил вот в нищете. Вот для вас важно, чтобы этот человек еще и ярко был проявлен вот в материальном мире, да, то есть чтобы у него не было нужды в материальном мире. То есть вам нужно найти такого наставника, который бы был богатым, понимаете, как внутри, так и снаружи. Да, вот как-то так. То есть какой-то, знаете, мудрец, который не просто в теории все это делает, но еще и на практике. Так, это была у нас с вами первая позиция. Удачи вам, единички, если вы будете искать себе такого наставника. Ну а если будете самостоятельно, вам придется просто очень долго разбираться в этой теме, да, потому что здесь у вас очень много пробелов, вы не все понимаете. Пробелы, знаете, здесь придется работать с какими-то своими установками очень долго, потому что они вас ограничивают. То есть здесь есть какой-то страх, и опять же таки, может быть, кто-то вас напугал. Здесь очень большой страх, и он стоит как блок, да, то есть вы, даже если у вас бы что-то получалось, вы все равно себя как-то ограничиваете. То есть вы начинаете сомневаться. Вот, допустим, у вас получилось выйти на контакт, и вы начинаете себя обесценивать и говорить, не-не, это я придумала, да, такого быть не может, потому что здесь есть блок. Вот блок нужно убирать, да, какие-то убеждения, блоки здесь нужно. Это поэтому я и сказала, долгий путь, то есть самостоятельно идете, вам нужно будет работать с расширением вашего сознания, психологические какие-то травмы, вот это вот все убирать эти блоки. А если вы пойдете с наставником, он вас будет фокусировать, концентрировать на то, что вам нужно, на какой-то результат. А вот вы как-то идете через материальный мир, да, через физический, через плотный план, а он переключит вас, да, то есть вам здесь нужно переключиться. Вы как-то вот, это знаете как, когда разговариваешь на одном языке, ну, примерно, да, допустим, разговариваешь на русском языке, переезжаешь за границу, изучаешь язык, вроде бы ты свободно владеешь, там, я не знаю, английским, да, к примеру, разговариваешь на английском языке, но бывают моменты, когда, когда ты хочешь что-то сказать на английском языке, ты говоришь, не, как это сказать, не подбираешь слова, думая на этом языке, на английском, а ты как будто бы делаешь перевод с русского на английский, да, и как, например, по-русски мы говорим, да, там, я не знаю, какое-нибудь выражение, не знаю, дофига, да, когда ты хочешь что-то сказать, у тебя есть там что-то, ты говоришь, да, дофига у меня работы, либо еще что-то, вот, вместо, и такая же, примерно, фраза есть и на английском языке, но вы ее не знаете, вы начинаете переводить, то как бы я смогла примерно перевести вот эту вот фразу с русского на английский, и даже если вы переводите это вот как анекдоты, например, да, невозможно понять анекдоты одной страны, переведя на язык другой, почему, потому что мышление, вот это вот все равно менталитет страны, он не будет понятен менталитету другой страны, то есть не все можно переводить, да, даже если по смыслу переводить, не буквально дословно, а по смыслу, и вот здесь вот получается так, что человек, живя, допустим, за границей, разговаривая на чужом языке, он должен научиться мыслить на этом языке, это важно, иначе он никогда не овладеет этим языком, а здесь получается так, что вы как будто бы мыслите на русском и переводите на иностранный язык, да, то есть не мыслите на языке той страны, в которой вы проживаете, а переводите с русского на любой иностранный язык, и здесь вот получается так, что вы не мыслите в плане тонкого мира, да, то вот как устроен тонкий мир, как там все работает, а вы как будто бы переводите земного плана на тонкий план, И вот этот перевод является для вас самой большой проблемой, ограничением. Вот что-то здесь такое, поэтому здесь нужен обязательно наставник. И опять же таки наставник, смотрите, чтобы это не было, как знаете, из инфо-цыган. А наставник действительно практик, человек, который разбирается в этом. Не просто где-то какие-то книжки почитал, сходил на 5-10 курсов и ретритов. И там что-то. А человек, который долгое время в этом находится, он разбирается в этой теме. Вот здесь вот прям вот надо искать очень хорошо наставника. Так, переходим в позиции номер 2. Двоечки. Ваше взаимодействие, осознанное взаимодействие с тонким планом, если оно. Ваше осознанное взаимодействие с тонким планом. Конечно. Хочется сказать, если не двойки, то кто? Рыцарь Кубков. Да, вы здесь напрямую можете... Ваше общение идет через выстраивание канала своим высшим Я. То есть здесь вы общаетесь напрямую, взаимодействуете со своей душой. Здесь нету там, я не знаю, каких-то учителей, наставников на тонком плане. То есть вы напрямую общаетесь с собой. Ваш контакт, он идет прям... Это не низший астрал, 100%. Это где-то средний, чуть выше. То есть вы напрямую общаетесь со своим высшим Я. Здесь контакт есть. Причем очень хорошо налаженный контакт. Стабильный, да. Четверка Педагли говорит о том, что стабильный. То есть когда... Вы знаете, мне даже такое ощущение, что он у вас был с детства, и вы как будто бы как маленький ребенок, которому скучно было в физическом мире, да, он как-то себя развлекал через коммуникацию со своим высшим Я. То есть вот для вас развлечение было не книжки и игрушки. Возможно, вот именно взаимодействие с тонким планом, да. Что-то вы там видели, что-то слышали. А очень хорошо у вас развита интуиция. Возможно, у вас был, вот как в детстве, да, говорят дети. Причем не все дети, некоторые дети. Что у них есть какой-то фантастический друг. Вот для вас здесь вот об этом. Причем ваши родители, да, и может быть они вас не понимали, но здесь у вас нету блока. Обычно родители ставят блока. Дети им говорят, да нет, такого быть не может, ты придумал. Вот, и ребенок начинает сомневаться в контексте того, что родитель для него является авторитет. Если я что-то вижу, значит, это не так. А родитель говорит правду, значит, надо к нему прислушаться и таким образом закрывает свой канал. Вы здесь свой канал не закрыли, и молодцы. Потому что где-то, знаете, если даже что-то и делали, то делали втихаря от своих родителей. Как правило, не говорили им, потому что не понимали бы вас. Хотя здесь есть какая-то женская фигура, которая понимала ваш вот этот вот контакт. Контакт. Очень много здесь идет разговоров. И еще, знаете, вот помимо Высшего Я здесь почему-то мне идет образ какой-то женской фигуры, энергии. Может быть, к вам приходили, знаете, еще даже из каких-то созвездий. Мне идет что-то такое звездное, и здесь идет женщина. Вот фигура женщины. То есть вас как-то обучали, что ли. Вот из какого-то созвездия, может быть. Здесь какая-то звездная семья, но в виде женской энергии. Женская энергия. Такое ощущение, что, вы знаете, как рисуют обычно ангелов. Вот такие формы принимали вот те энергии, те сущности, да, с тонкого плана, которые к вам приходили. Вот вы их видели как ангелов. Не как амурчиков, да, маленьких детей с крылышками. А вот именно почему-то идет такой женский образ с крыльями. То есть вы, возможно, видели еще и... Ну, здесь, ну, ангелов. Здесь вообще мне показывает прям полный спектр того, кого вы видели. Может быть, видели эльфов. Вот что-то такое эльфийское тоже как-то сопровождалось. Причем, знаете, сопровождалось с каким-то конкретным запахом специфическим. Как там, ну, может быть, еще и с лесом пахнет. Ну, вот здесь что-то такое цветочное и очень легкое. Очень легкое. И вы как будто потом уже, когда выросли, вот, мне кажется, искали этот запах, но вот как будто бы его не можете найти. То есть я вам говорю, а вы это чувствуете. Здесь какой-то конкретный легкий цветочный запах. Вот прям легкий-легкий. Вот уловить как будто бы, ну, вот этот вот шлейф невозможно, но этот запах есть. И еще здесь что-то другое было. Потеряла мысль, пока вам объясняла. Помимо эльфов еще есть какой-то, знаете, такой звук, как пение. Пение, но здесь не хоровое пение, не один человек. А вот так интересно, знаете, как бы вам это передать-то. Вот те, кто это слышит, поймет. Кто не слышал это, покажется странным. Вот мне идет, знаете, как будто бы один звук, но вот в этом звуке есть какое-то вот общее там и пение, и мелодия, и голос. Вот этот вот голос, он как будто бы поет. Но я говорю это, обозначиваю форму как голос. Но здесь одновременно и мелодия идет, прям вот полноценная мелодия. То есть все инструменты играют. И вот как будто бы хор, и как будто бы один голос. То есть вот все это вместе, одновременно. Я не знаю, как по этому передать, но я это воспринимаю как один какой-то голос, такой певучий, вот какой-то убаюкивающий что ли. Может быть, вот вы либо на рассвете где-то в 4-5 утра этот голос слышите, то ли он пробуждал вас каким-то образом, то ли это на ночь вот как-то убаюкивает. Сейчас у вас тоже это может быть, но ближе к утру, к рассвету, не ночью. Иногда у вас бывает такое, вот вы просыпаетесь, и вы слышите это. Причем вы не открываете глаза, а вот где-то на грани яви и сна. Вот есть вот этот голос, который, он поет. И я не знаю, что это, не могу определить ни язык, не могу определить это там опера, не опера, какой-то стиль. Ничего не могу определить. Я просто это слышу, и мне сложно как-то это разделить. Понимаете, здесь информация такая идет, она единая, и она идет в виде энергии. И вот эту вот энергию мне надо как-то расщемить на какие-то составляющие. Но когда ты их расщемляешь, ну то есть начинаешь говорить, что вот это оркестр, там вот такая музыка, либо там хор, там вот столько голосов, она теряет смысл. То есть вот эта энергия, она имеет смысл и суть только тогда, когда она единая. Когда начинаю ее расщемлять для того, чтобы вам как-то это объяснить, теряется суть. Но кто это слышит, тот поймет. Это очень сложно облачить словом, вот как-то пояснить. Ну в общем, да, то есть если здесь связь, да, здесь связь есть. И причем, знаете, здесь еще может быть ощущение присутствия. Ну это уже более низкие вибрации, я не могу понять, касается ли это низшего астрала или нет. Здесь более низкие такие вибрации, но опять же таки, они не воинственные по отношению к вам, но они низкие. Они более темные. Те, о которых я описывала, они были более светлые. И вот эти вот те светлые, которые были, это как будто бы какие-то другие разумные существа, да, каких-то других цивилизаций. Вот у вас был контакт. Помимо того, что у вас есть контакт с своими шимьями. А вот низкие энергии, которые я говорю, они почему-то мне транслируются вот как что-то как темное, темное, черное, красное. Вот поэтому я и говорю низкие эти какие-то вибрации. Но вы это чувствуете как присутствие. То есть это не голос, не запах, не визуализация. Вы чувствуете, что просто кто-то есть. И вас это немножко напрягает. То есть такое ощущение, что вот если вы сидите в комнате, что вот рядом с вами, либо где-то есть присутствие еще кого-то. Я не знаю, для чего эти сущности приходят, но они вот просто как будто бы есть в вашем пространстве. Я не чувствую какую-то агрессию с их стороны. Но вам становится дискомфортно, вам становится холодно. Вот какой-то холод веет, вы это понимаете, что как-то неожиданно стало холодно. И вот в каких-то точечных моментах, это вот прям для одного-двух людей, вообще не для всех, но для одного-двух, вы как будто ощущаете прикосновение. Но это прикосновение, оно жутковатое, оно холодное. Жутковатое от того, что оно холодное. Если бы оно было там теплое, да, вы сказали бы, а, приятно, мне хорошо. Но здесь такое ощущение, что вот как будто бы за правое предплечье, плечо, плечо, нет, предплечье, вот как будто бы кто-то к вам прикасается. Либо поглаживание идет какое-то, либо, ну, просто прикосновение, но оно жутковатое. Вам от этого становится некомфортно, но вы не боитесь, здесь нет такого. Вот здесь есть это присутствие. Именно такое ощущение, что вот эта вот энергия, ниша, она как будто бы просто за вами наблюдать. Знаете, бывает так иногда, кто-то смотрит за тобой, любуется, либо просто любуется, либо просто смотрит, без каких-то негативных намерений. Ну, например, да, мы любим смотреть, когда люди работают, вот кто-то, особенно если это работают мужчины, руками там что-то строят, либо что-то чинят, да. Ну, приятно смотреть на человека, не знаю почему, но вот просто сидишь и любуешься, приятно. Вот здесь вот примерно такая же энергия идет. Хорошо, еще ваше взаимодействие с тонким планом. Пашмичей, здесь может быть взаимодействие с менталом, но оно такое, либо, знаете, либо какое-то легкое касание, либо редкое, что ли. Оно приходит к вам в виде каких-то идей, но то есть вам пришла просто идея и все. Я не вижу, чтобы здесь было взаимодействие вот как-то с менталом, с ментальным полем. Но здесь приходят вам какие-то идеи. Такое ощущение, что вот ментал, это вообще не ваше. Не знаю, может быть у многих и нет ментального тела, ну, либо оно не развито, что-то такое. Ну, то есть здесь ментал, это вообще не про вас. Это не ваш мир просто, ментальный план. Вот, но идеи иногда приходят. Так, каким образом, да, я уже, в принципе, объяснила, но без карт, но у меня такой вопрос просто стоит на повестке, да. Каким образом вы взаимодействуете с тонким планом? Давайте посмотрим, каким образом вы взаимодействуете. Ну, королева кубка, да, интуитивно. Интуитивно. Вы здесь, знаете, здесь идёт вот ясное чувство, не да, эмпатия. Через киноэстетику вы это чувствуете. Чувствуете, и для кого-то идёт слух, а для кого-то идёт... Редко очень запах. Чудо не идёт вкус, я не могу понять вкус. Вот как вы можете взаимодействовать с тонким планом? Вот какой-то вкус у вас появляется неожиданно. Вот такое ощущение во рту, что вот вам что-то хочется. Хочется попробовать какой-то конкретный вкус. А так в большей степени идёт интуиция. Ещё каким образом вы взаимодействуете с тонким планом? А ещё здесь, знаете, по королеве кубка со временем каким-то образом здесь кто-то из вас имеет какое-то отношение ко времени. Знаете, вот как телепатия... Не знаю, почему здесь идут экстрасенсорные какие-то способности, да. Не совсем про взаимодействие с тонким планом, но всё равно как какие-то экстрасенсорные способности. Телепатия и время мне идёт. Причём это время, оно направлено, если мы говорим о линейности, оно направлено как-то в прошлое. Знаете, как оно может выражаться? Вот вам может нравиться какие-то старинные вещи. Старые часы, компас. Какие-то старые предметы, может быть, украшения. Причём украшения, знаете, как брошки, серёжки, кольца какие-то такие странные. Фотографии кто-то может быть, знаете, как-то хранит. Вот такие вот чёрно-белые ещё когда были. Какие-то старые альбомы, старые дневники. Вот что-то связанное со временем. Вот для вас это как-то, не знаю, как-то вы здесь коммуницируете. Либо кто-то введёт дневники, что-то записывает. Ну, типа гримуаров, да, как-то для себя. А как ещё вы взаимодействуете с тонким планом? У нас вышла девятка пендаклей. Здесь идёт взаимодействие, знаете, когда вы хотите... Вот мне идёт почему-то подкупить, подкупить, вот что-то заплатить. То есть, допустим, если вы хотите что-то получить, вы понимаете, что за это нужно заплатить. Вот как будто бы откуп дать. Это может быть, знаете, как-то ваше взаимодействие, когда вы идёте в лес, что-то просите у духов. Потому что здесь идёт вот эта вот энергия дриад, эльфов, в меньшей степени гномов, но это тоже есть. И вот что-то такое, ну, то чтобы ведьмовское, а это у вас внутреннее врождённое. Вот вы идёте, например, в лес, да, хотите собрать грибы. И здесь такое ощущение, что вы как будто бы заходите в лес и дарите дары духу леса. Вот мне показывают какие-то там в корзиночке яблоки, какие-нибудь сладости. Прям вот либо на землю кладёте, либо просто в корзиночку, да, как-то так оставляете. Орешки какие-то. Вот чтобы подкормить духа леса, чтобы он указал, где там есть грибочки. Вот что-то такое, да. То есть я даю откуп для того, чтобы получить что-то взамен. И вы сразу уходите из леса потом в большой корзины грибов, потому что вот вы увидели, а кто-то с вами будет идти, вообще пустая корзина. А у вас будет полная. То есть вам будут показываться эти грибочки. А человеку, который рядом с вами, нет. Здесь опять же мне показывают, как вот, ну это опять-таки точечно, если у кого-то есть парк, либо лес рядом, да, что человек выходит прогулять и кормит белку. Не знаю, почему белка. Ну вот прям и белка такая тоже. Ну вот вы как будто бы дружите с белкой. Так, здесь вот по второй позиции собрались у меня, хочется сказать, люди, которые действительно общаются с тонким планом, с духом. Здесь можно рассказывать разные варианты. Вот, поэтому я на этом остановлюсь, потому что я погружаюсь в этот процесс, мне так хорошо. Ну то, что я ощущаю, то, что я вижу. Это очень приятно. Я очень рада за вас двойки, что у вас есть контакт. Так, и мы переходим с вами к позиции номер 3, зеленому камешку. Здесь вообще мне будет интересно вот прям посмотреть, есть ли у троек осознанное взаимодействие с тонким планом. А здесь люди, вот прежде чем карту выложу, да, здесь мне идет, показывают, как астрономы. Вот люди, которые занимаются, увлекаются астрологией. То есть здесь идет взаимодействие с тонким планом через науку как-то. Не так, как, например, интуитивно, да, по второй позиции люди взаимодействуют, там, я не знаю, с духами, с природой и так далее. А здесь вот прям как-то идет через науку, звездочет, почему-то не идет звездочет, да, вот как астролог, человек, который наблюдает. Здесь могут быть биологи, либо вот вам нравится смотреть микроскоп, потому что вот как-то, глядя на клетки, да, либо то, что вы рассматриваете под микроскопом, а вот для вас это является проявлением тонкого плана. То есть для вас как будто бы тонкий план, это то, что мы говорим, да, по аркану мага, что наверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. То есть вот здесь макрокосмос и микрокосмос, да, вот здесь как-то с научной точки зрения вы подходите к этому вопросу. То есть связь с тонким планом, она идет как будто бы через науку. То есть любая информация о тонком плане, вы ее как-то подкрепляете через какие-то научные статьи, может быть, исследования. То есть у вас есть объяснение, опираясь вот на какие-то факты. Это не просто там представление, что-то там увидел, что-то ощутил, либо какие-то экстрасенсорные способности. Здесь даже экстрасенсорные способности, они как будто бы вот для вас объясняются с научной точки зрения. Либо вы ищете какие-то подтверждения, вот какие-то факты, статьи, вот почему там, например, люди видят, да, либо там, почему у летучей мыши она опирается на вот свой слух, да, испуская вот эти вот, ну, как радар, да, у нее уши такие. И вот вы это как будто бы начинаете изучать там радиоприемники, как это все устроено с научной точки зрения. То есть, допустим, если там расслабление, да, всевозможные волны, альфа-тета и так далее, вы это будете изучать, какую-то информацию по поводу того, как это работает, почему там, например, у сна есть разные фазы, в каком, в какой фазе, да, мы взаимодействуем с тонким планом. То есть вот здесь информация, она опирается исключительно, ну, либо как-то есть необходимость подкрепления этой информации научными доказательствами. Как еще вы взаимодействуете осознанно с тонким планом? Через императрицу, да, через, вот я говорю, через материальный мир, через реализацию как-то своих желаний. Очень перекликается с первой позиции здесь. Через непосредственно любовь, но вот через энергии любви. То есть здесь вы, помимо астрологии, возможно, взаимодействуете как-то через любовь, вот через энергию любви. То есть я могу предположить, что вот как-то входите вот в это состояние наполненности любви, и таким образом вы как-то входите в контакт единства, да, то есть как это вам объяснить? То есть вы настраиваете себя на волны любви, на это состояние, и начинаете светиться изнутри. И вот это вот ваше свечение вы как будто бы увеличиваете, увеличиваете, и таким образом сонастраиваетесь тонким планом. То есть вот вход именно, да, в это видоизмененное состояние у вас идет через любовь. Причем здесь нету как будто бы такого, знаете, постоянного контакта. Постоянного я имею в виду вот как-то в определенные дни, да, отводим время для того, чтобы дисциплинированно что-то практиковать, что-то делать. У вас нет такого. Вы достаточно часто коммуницируете, но не нету... Ну это не как ритуал, отведенное время, конкретное и так далее. И здесь как будто бы это взаимодействие появляется тогда, когда вот вам как будто надо раскрутить свой какой-то физический план, либо когда вам нужно реализовать какое-то желание. Вы знаете, кто-то делает карту желаний, а вы желание реализовываете с помощью тонкого плана. Но здесь нету разговора, да, либо создания какого-то договора, не договор, договора, какого-то договора там, я не знаю, с тонким планом. Здесь вот как-то... Ну вот вы как самоучка, вы как-то делаете... Здесь связь какая-то... Я не могу ее объяснить, потому что здесь нету какой-то вот конкретики в структуре построения взаимодействия, общения, взаимодействия с тонким планом. Здесь не то чтобы спонтанно, но вот здесь как какой-то свой способ. Знаете, вот есть, например, какой-то научный способ, да, когда что-то нужно сделать. Ну вот, допустим, да, надо приготовить какой-то обед. И вам дают рецепты, говоря там, особенно если это касается сладостей, да, где нужна вот прям четкость в граммаровке, ну то есть в весе, да, там, 75 грамм такого-то, да, там, 35 грамм масла. И вы понимаете, что, ну, с научной точки зрения, если есть рецепт, все просчитано, да, выверено, значит, надо 35 грамм. Вы так не будете делать. Вы будете, как, знаете, как делают бабушки обычно в деревне, когда тесто замешивают, на глаз. Вот столько муки надо, столько воды, да, чуть-чуть что-то твердое, что-то получилось, такое упругое тесто, надо чуть-чуть водички добавить, да, либо, наоборот, немножко жидкой, надо больше муки. То есть вот как будто бы на глаз, понимаете, вот ваш глаз глазомер такой. Вот здесь примерно то же самое. То есть любое взаимодействие, даже если вы берете какой-то ритуал, где-то что-то услышали и хотите попробовать для взаимодействия с ним, вы его адаптируете под себя. То есть если нужно, например, три белых свечи, а у вас нету белой свечи, вы берете вот эти вот маленькие свечки рисо, да, ну, свечка и свечка, да, ну, пускай она не будет долго гореть, но все равно тоже подходит. То есть какой-то альтернативный способ вы здесь придумаете, поэтому я его не могу облачить в какую-то конкретную форму. Но если взаимодействие есть, и вы осознанно взаимодействуете, тогда когда хотите чего-то достичь, что-то сделать, реализовать какое-то свое желание, либо повлиять на что-то, причем вы хотите повлиять осознанно. Здесь вот как будто, вы знаете, начинающий уровень мага, который понимает, да, что для того, чтобы магия была, нам необходима наука и искусство. Наука, знание, искусство – это вот практика, да, умение влиять на пространство для достижения своего собственного желания. Но здесь вот какой-то начальный такой уровень. Знаний у вас намного больше, чем практики. Поэтому вот в практике вы как-то идете своим способом, вы не хотите идти протоптанной дорожкой, хотите как-то вот что-то свое, не то чтобы выдумать, придумать велосипед, а как-то его адаптировать под вас, чтобы вам было комфортно в этом. Поэтому вы взаимодействуете, да, здесь есть, но нечастое, так скажу, взаимодействие с тонким планом. Только тогда, когда вам что-то нужно, когда вы на что-то хотите повлиять. Есть ли ваше взаимодействие с тонким планом? Да, есть. Есть взаимодействие в четверке мячей, есть. И вы знаете, если бы у вас было более, как это сказать, стабильно и постоянно, вот это взаимодействие, оно бы стало более таким масштабным, более емким. То есть вот этот вот канал, он бы был более таким упругим, каким-то наполненным. Сейчас он есть, но он такой, знаете, вот как мерцающий, то проявляется, то исчезает, то проявляется, то исчезает. Надо больше энергии, надо его подкреплять, подкреплять именно практика. Поэтому я говорю, у вас много теории, и не так много практики. Вот здесь вот практика, и нужно подкреплять, если вы хотите, чтобы ваш канал укрепился, но он есть, он не исчезнет. Нельзя сказать, что вот, ну исчезнет только тогда, когда вы вообще прекратите взаимодействовать. Но вам интересен этот процесс. Каким образом, давайте посмотрим, да, это следующий вопрос. Каким образом вы взаимодействуете? Ну, хотя я, в принципе, уже описала, каким образом вы взаимодействуете? Колесо Фортуны. По-разному. По-разному. То так, то так. Здесь еще, знаете, такое ощущение, что вот иногда тонкий план с вами выходит на связь. Вы не всегда бываете к этому готовы, и иногда такое ощущение, что вот как будто бы вас словили врасплох. Такие тоже моменты. Ну, то есть вы занимаетесь какими-то своими делами, и вдруг чувствуете, знаете, как некая такая серебряная нить от вашей поплавины, да, как она натягивается. И получается, знаете, как некий такой звоночек. Вот такое ощущение, что вот этот вот звоночек внутри вас, такой как колокольчик. Такой тонкий-тонкий звук у этого колокольчика. Как хрустальный, что ли, не могу понять. Вот прям очень тонкий, и такой очень звонкий, потому что прям аж слух режет. Вот прям вот неприятный. Я не могу сказать, что здесь приятный, неприятный вот какой-то, как металлический, хрустальный. Ну, в общем, такой звук, то есть его не пропустить. Он не громкий, он тихий, но он есть. И вот иногда бывает так, что как будто бы вот тонкий план хочет с вами связаться, и всегда связывается тогда, когда не вовремя для вас. То есть вы можете заниматься чем-то другим, вот каким-то делом. Причем очень серьезным делом, да. Там, я не знаю, что-то либо по работе. Ну, в общем, когда вы включены в какой-то процесс. И вот такое ощущение, что вот вас как будто бы отвлекает, знаете, как муха бывает, надоедливая. Вот ты отмахиваешься, отмахиваешься, она все равно летает, гадина. Пока ты ее не грохнешь, да, либо пока ты не отключишься от своего, не отключишься от того дела, которым ты занимаешься, да, и переключишься на нее, чтобы прогнать. Вот здесь вот примерно такое. И это вызывает у вас иногда раздражение, ну, и небольшую такую злость, потому что такое ощущение, что бог на проводе, да. Вы говорите, да подожди, я тебя поставлю на временную такую паузу, потому что вот мне надо что-то здесь доделать, а он нет, нет, нет такой функции, нет такой опции, сейчас надо поговорить. И вы такая, или вы такой, знаете, немножко раздраженный, да блин, вот, ну, мне надо вот это, это важно. То есть, действительно, то, чем вы занимаетесь, это важно, это не значит, что вы там читаете какую-то книжку, и вас отвлекли, и вы не можете отвлечься, потому что находитесь на самом интересном моменте. Нет. Здесь вот какое-то такое дело, не знаю, знаете, вот как это бывает, как это, огонь, вот мне показывают огонь, и что-то там склеивает. Это как и с электродами, ну, я знаю, может быть, какой-то опыт, допустим, да, химический, где, ну, не можешь, там, добавил уже несколько грамм, да, какого-то ингредиента, и не можешь остановиться. Либо, например, когда телефон звонит, а у тебя руки грязные, потому что, не знаю, тесто замешиваешь, либо там что-то делаешь, с мясом водишься, возишься, и они вот, ну, в крови, ты не можешь поднять телефон, ну, потому что нам пойти руки помыть. Вот что-то здесь такое, это все время не вовремя, и поэтому это вас раздражает. И вас вызывает, а для чего? Ну, то есть, есть такой момент, когда вы идете, да, на общение, с тонким планом, потому что вам что-то надо. А иногда, когда тонкий план, вас вызывает на связь, но вы как-то вот заняты, и поэтому здесь такое, знаете, неприятная вот эта вот связь, когда вас вызывает. Либо среди ночи будет там, и что он начинает говорить, такая сонная, я спать хочу, что-то от меня хотят. Что хотят от вас, когда с вами выходит? А, в этот момент, как будто бы, знаете, хотят расширить ваше сознание, да, то есть, возможно, в этот момент вы, из-за того, что вы чрезмерно как-то сфокусированы на чем-то, то есть, о чем-то думаете в этот момент, и вот вас как будто бы хотят, не знаю, то ли переключить, то ли расширить ваше сознание, то есть, вас как будто хотят освободить. Это прям такой, знаете, неподходящий момент, когда вы можете расширить свой энергетический сосуд, когда вы можете получить дополнительную какую-то энергию, а она как будто бы вам не нужна. Здесь какая-то несостыковка идет, но опять-таки, несостыковка с точки зрения человека, почему, потому что вот здесь тонкий план, он знает, когда надо, а вы это надо, не понимаете, то есть, вы не понимаете, почему именно сейчас, но вот с точки зрения тонкого плана, именно сейчас, вот тогда, когда вам неудобно, это самый подходящий момент, потому что в этот момент, как будто идет какое-то расширение, что еще они хотят от вас, но здесь идет, с одной стороны, какое-то исцеление в этот момент, а с другой стороны, я именно сейчас самое подходящее время передать вам какую-то информацию то есть они могут давать какую-то идею причем такой знаете интересный момент как будто бы идет какой-то поток и его надо записать а у вас как я уже сказала руки заняты вы не можете взять ручку и бумажку не можете взять телефон допустим голосовой наговаривать то есть руки не задействованы и здесь а вот эту информацию который вам передают от кого-то передает очень много и такая знаете ну как обычно виде образов либо что такое непонятное вот как кодирование и вам не дают возможность это записать либо как-то отметить зафиксировать почему потому что здесь как будто бы учит вас это держать в голове и тем самым расширять ваше сознание то есть вот как память расширяют через то чтобы вы держали это в голове то есть задействовали какие-то другие области вашего мозга поэтому они всегда не вовремя они дают какую-то информацию на вам надо ее держать в голове на запомнить в чем здесь и объем большой и детально то есть это важно запомнить детально то что вам передают а потом вы сможете уже об этом подумать или все или там размыслить но это для чего день для того чтобы были сфокусированы были очень внимательны на той информации которую вам передает здесь вообще забавно тогда то есть но проще было бы написать да как-то где-то зафиксировать на бумажке а потом к нему прийти вернуться здесь нет здесь вам говорят ты будешь это запоминать причем запоминать детально и благодаря этому но чтобы запомнить вы должны быть включены то есть таким образом чтобы ничего не упустить никакой деталь и поэтому с одной стороны здесь как будто прокачивает вашу память и умение задействовать разные области вашего мозга да то есть не опираясь на удобный то чтобы не включился автоматизм чтобы вы были осознаны вот что здесь важно поэтому здесь ну вот таким образом с вами взаимодействует ну и плюс ко всему вы взаимодействуете я уже рассказала каким образом и когда и что хотят от вас высшие силы вот здесь есть еще какая-то информация то что я не могу закончить поток то что что-то нужно еще сказать давайте посмотрим возможно возможно вам здесь говорят то что ну эта информация это как посыл обратите внимание на переписку из прошлого шестерка мечей у нас говорит о о переписке об обучении до наставничестве может быть эта информация будет издалека но через переписку и эта информация либо из прошлого да как звоночек как либо из вашего детства либо от людей из прошлого либо информация когда-то ранее вам известная где вам было комфортно с этой информации она приятная информация но вот сейчас как будто бы нужно на нее обратить внимание то здесь идет какое-то послание до передают о том что обрати внимание буквально ближайшие два-три дня придет какая-то информация либо вы вспомните либо что-то придет до всплывет в памяти при всплывет в памяти какая-то информация какая-то но она идет виде переписки либо от какого-то учителя наставника авторитета для вас либо информация о том куда вам нужно будет пойти учиться либо когда-то вы хотели пойти туда учиться как-то вот оставили а сейчас придет информация о том что есть такая возможность в общем не суть здесь речь говорится о том что вы обратили внимание на эту информацию почему я не знаю но здесь вот прям важно ладно мне покажи покажи почему почему это важно да почему эта информация важна потому что она либо как-то может повлиять на ваше решение какой-то до принять выбор либо она покажет вам возможности какие-то новые возможности открываются перед вами открываются какие-то горизонты то есть либо повлияет на выбор либо показывает вам то что вы не видите как белое пятно да то есть то что упускаете эта информация она вам поможет да она поможет вам открыть какие-то двери либо показать указать направить каком направлении вам дальше двигаться до теперь все вот я ведь сказал это ужасно до новое новое какое-то начинание новая новая идея это был у нас была третья позиция до троечки благодарю вас благодарю всех за внимание за вашу активность за лайки за комментарии за то что вы пишите за то что вы есть на моих площадках телеграм-канале на моем втором канале а кто не знает есть в описании к ролику ссылка на мой второй youtube канал там я делаю короткие расклады тоже на очень интересные темы которые я не делаю на этом канале они психологические но я их не делаю на этом канале то есть у меня два youtube канала в которых есть абсолютно разные темы не повторяющие день я не повторяю темы вот и есть телеграм-канал вот в телеграм-канале да очень много идей не дают подписчики я оттуда беру их эти идеи и реализовываю но записываю на эти темы расклады на моих двух youtube каналах поэтому если хотите подписать подписаться на телеграм-канал есть в описании к этому ролику ссылка мои услуги нажимаете первом абзаце увидите ссылку на телеграм-канал а я с вами прощаюсь хочу пожелать всем прекрасный солнечный летний недели неделя будет хорошая будет позитивная я делала на втором канале подсказку на новую неделю да и неделя нам показано там очень позитивная можете посмотреть каждую неделю я делаю подсказки на новую неделю на своем втором канале вот прощаюсь всем хорошего настроения пока пока